Уважаемый президент, такая вка сын же Марк Емельевич, сегодня день Конституции, РК нам не до праздника. К вам, как гаранту Конституции, обращаюсь я, Мартынова Татьяна, многодетная мама с четырьмя малолетними детьми. Мы относимся к категории СУСМ. Мы просим о помощи и защите наших конституционных прав и законных интересов моей семьи, чтобы вы их защитили. Сейчас нарушаются всеми мысленными и немысленными способами наши права. Данное обращение – крик о помощи. В настоящее время у нас незаконно отнимает единственное жилье, группировка лиц, мошенников, скупщиков недвижимости, которые скупаются аукционно по заниженной цене в минус 50% от основной цены. Жилье уязвимого слоя населения, социально уязвимого слоя населения пользуются их беззащитностью и забирают и выкидывают нас на улицу. По нашему обращению в аппарат президента РК госпожи Тамаре Басымбековне мы записались и прошла онлайн-конференция заместителем Акима города Алматы, председателем Алматинского городского суда, заместителем Акима. Но нас выслушали и сказали, что разберутся по закону Республики Казахстан. Пока шла конференция, в этот момент приехал часы с адвокатом наших скупщиков и сказали, чтобы мы выселялись в срок до 31 августа. Обычное выселение, а 1 сентября они нас выселят принудительно. Прокуратура, Акимат города видят нарушения, они сказали, что разберутся. В городском суде лежит наша частная жалоба о продлении сроков по выселению. Мы просим вас, чтобы вы, как наш президент Республики Казахстан, помогли нам и защитили наши права. Страшно, что в нашей стране почему-то поддерживают только людей, которые выкидывают людей с усом на улицу и не слушают и не слышат нас. Они ничего не боятся, в открытую угрожают и не стесняются говорить обо всем, что они везде все разведут. Боя семья не просит ничего лишнего, кроме того, что принадлежит нам. Дом этот мы строили и вложили в него все. 10 лет мы живем в этом доме, мы никогда не отказывались и не отказываемся платить по ипотеке. Мы много раз обращались в банк КИК, который нам постоянно отказывал. Этот банк создали для того, чтобы была поддержка не только обычных граждан, которые могут платить, но и сусом, которые инвалиды люди, у которых много, которые болеют, у которых многодетные семьи. Мы никогда, никто никогда не отказывается платить. Мы просим просто вернуть жилье и дать нам самим платить за свой дом и жить в нем, потому что это наш единственный дом. Если вы нас не защитите, 1 сентября мы станем бомжами на улице. Мои дети пойдут в школу из определенного места жительства. Я прошу вас о помощи. Пробесим вас остановить незаконное выселение многодетной семьи и принять меры, потому что для этих скупщиков нету законной РК. Мы в отчаянии. Я прошу вас, помогите нам.